Здравствуйте! Отшумели майские праздники и мы возвращаемся к нашим текущим проблемам. Сегодня гость в нашей студии, заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов. Руслан Николаевич, я вас приветствую. Доброго вечера. Давайте сначала ознакомим наших зрителей, какой спектр вы курируете в этом правительстве. Два министерства. Министерство строительства и дорожного хозяйства и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи. Вот так. Очень большой спектр, если честно. Транспорт тоже входит в состав Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Хорошо. Сегодня я предлагаю поговорить основной темой, взять именно дорожное строительство, дороги, потому что для всех жителей, естественно, это очень важно. И сколько там появилось новостей, может быть, за последнее время, вот вы как раз и расскажете. Давайте начнем, может быть, с того, что, насколько мне известно, недавно губернатор наш Сергей Левченко встречался в Москве с руководством Федерального дорожного агентства. Вот. О чем, если не секрет, шла речь? Что нового появилось? Ну, секрета, безусловно, никакого нет. На самом деле обсуждались те проблемы, которые на сегодняшний день насущны и актуальны для развития дорожной отрасли Иркутской области. В первую очередь обсуждался вопрос по продолжению финансирования в рамках федеральных целевых программ. У нас достаточно серьезная проблема на сегодняшний день стоит в рамках того поручения, которое дано президентам по ускорению программы развития газификации Иркутской области. Мы все с вами знаем, что, к сожалению, дорога, которая должна в основном обеспечивать магистраль, которая должна обеспечивать обустройство Кавыктинского месторождения, у нас там на сегодняшний день есть только понтонная переправа в районе деревни Тутура. В свое время, в 2009 году был построен мост через реку Лена, который на сегодняшний день обеспечивает круглогодичную связь между Жигаловским и Качевским районным. А вот дальше у нас с вами есть проблема, и этот вопрос обсуждался, потому что без этого, наверное, ускорять будет сложно. Чтобы строить газификацию, нужно транспорт сначала. Безусловно, мы понимаем, что одна Иркутская область, все эти мероприятия, а там требуется более 6 миллиардов рублей на капитальный ремонт и строительство нового мостового перехода, мы с вами просто технически позволить себе не сможем до 2018 года. Вот этот вопрос обсуждался, принципиально дано поручение для того, чтобы отрабатывать возможности, механизмы для того, чтобы мы получили софинансирование на эти цели в рамках поручения президента Российской Федерации. Вторым вопросом обсуждались вопросы, связанные с субсидиями, которые мы получаем из бюджета Федерации, точнее через Росавтодор, на развитие нашей дорожной сети. Третьим вопросом стоял вопрос, как это не парадоксально, коснусь проекта «Сила Сибири». У нас достаточно серьезно возрод товара, поток или грузопоток правильнее, через Уськут, что, безусловно, накладывает определенный отпечаток. Да, и на дорожную сеть города перевалка возросла практически на миллион тонн грузов. И все это ложится, в общем, перевалка на единственное муниципальное образование, на подходы и обход этого города. И вопрос сохранности трассы, вопрос возможного увеличения финансирования на обеспечение ремонтных работ, вопрос о ГЧП в рамках этой работы совместно с «Газпромом» тоже обсуждался на вот этой встрече. Еще один из вопросов, который поднимался, это вопрос по обходам, продолжению строительства обходов на территории Иркутской области, обходов городов. Достаточно серьезная федеральная программа. Мы знаем с вами о том обходе, который был запущен города Иркутска несколько лет назад. В конечном итоге он все-таки положительно сказался на трафике, который мы сегодня не наблюдаем в черте города. Часть грузового транспорта все-таки транзитного уходит напрямую. Миную город. Речь шла о выборе. Мы понимаем, что на сегодняшний день достаточно сложная ситуация в целом в экономике и с финансированием. Поэтому обсуждалась тема выбора конечного обхода, который мы выберем до 20 тысяч. Какой-то город. Какой конкретный город нужно выбрать. И губернаторам было проведено совещание, на котором взвесили все за и против. И в первую очередь мы будем ходатайствовать о начале строительства обхода города Усолье. Они примерно сопоставимы с Тулуном. Примерно в одно время выходит проектно-сметная документация. Но все-таки здесь поток выше. Ну, федеральная трасса. Так точно. Но она федеральная и там, и там. Но здесь и маятниковая миграция. Но здесь все равно больше. Здесь больше, поэтому вот такое решение. Но вот еще Братск, Вилюй, да, тоже что-то... А я как раз упомянул. Когда я говорю об Ускуте, это федеральная трасса Вилюй. И там есть действительно сложности, связанные с тем, что, ну, к сожалению, в свое время дорогу строили практически хозспособом. Часть участков автодороги привезти под норматив существующий капремонта практически невозможно. А что такое хозспособ? А это, вы знаете, лесозагазательные предприятия или еще кто-то, да, привлекались в свое время. И каким-то образом, ну, вскрывается полотно, там нет в основании ничего. То есть там есть порубочные остатки и так далее. То есть это не капитальный ремонт, фактически. Веток накидали и сверху закатали. Где-то да. Да, это делалось достаточно давно. Работа, которую провел Росавтодор в этом направлении, она колоссальная. Мы видим, что там действительно очень много было за истекший период сделано. И просьба, и один из основных вопросов обсуждался, чтобы эта работа была продолжена. И мы трассу привели в нормативное состояние в целом. Потому что, если этого не делать, мы дорогу потеряем в принципе. Хорошо. Телефон прямого эфира 707020. Дорогие друзья, звоните, не стесняйтесь. Мы пока продолжим. Вот на нашей предварительной встрече вы упомянули о том, что руководитель, ну, Автодора, пускай будет так называться, приедет в Иркутск. С чем это связано? Он хочет лично посмотреть на наши ямы на дорогах? Я думаю, не на ямы на дорогах. Во-первых, посмотреть на те работы, которые выполняются на сегодняшний день, их подразделениями. Во-вторых, ну, может быть, лично посмотреть и встретиться с тем же руководством предприятий, которые будут обустраивать на сегодняшний день. Кавыгтинская, да, может быть, это будет Усть-Кут. Сейчас программа на самом деле согласовывается, но один из вопросов, который будет обсуждаться, это в том числе государственно-частное партнерство в рамках идеи, которая возникла на выставке и обсуждалась на выставке, вот недавней, которая здесь проходила, связанная с южным, так называемым, обходом Иркутска. То есть, это выход с Новоленина, да, и на Первомайский с тем, чтобы не проходить все через центральную, как у нас сейчас, к сожалению, происходит, да, через центральную часть города практически все потоки сходятся. И поэтому мы видим пробки. Этот вопрос тоже обсуждался на встрече, и я думаю, более детально и более предметно он уже будет рассмотрен во время визита руководителя Росавтодора. А когда этот визит ожидается? Сроки согласуются, но это будет первая половина лета. А, летом, вот сейчас уже, то есть, фактически. Так точно. Скажите, а вот, вроде как, к нам уже приезжали несколько чиновников из различных агентств в Иркутской области, связано как раз, вроде как, с дорогами. Что они, вот, что за чиновники и зачем? Ну, во-первых, был заместитель руководителя агентства Росавтодора, это Астахов. То есть, он перед начальником, перед своим решил, да, проверить? Ну, скорее всего, не так. Это все-таки была выставка, в рамках которой они и приняли участие, и в том числе предварительное обсуждение велось вот тех вещей, о которых я говорил. И мы проводили ежегодный координационный совет по северному завозу, в рамках которого был руководитель агентства речного хозяйства ВОВК. Принято было несколько достаточно, на мой взгляд, принципиальных. Мы понимаем, что северный завоз будет достаточно сложный, это связано в первую очередь с тем, что, ну, к сожалению, метеорологи нас не обрадовали, уровень воды, к сожалению, выше не будет на реках. И, соответственно, сроки навигации и вообще сама по себе навигация будет достаточно сложной. В том числе обсуждались вопросы по подготовке предложений от Иркутской области в рамках госсовета, который будет проходить летом этого года. Хорошо. По развитию внутренних водных путей. Хорошо, я должен вас перебить, мы сейчас продолжим. У нас первый звонок, нам звонит Владимир Федорович. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я бы хотел такой вопрос уточнить. Я пенсионер, проживаю в Новогрудинино, и у нас дорога, там 12 километров, не асфальтированная, к нам не ходит ни маршрутка, ни какой трассы, чтобы добраться до города. Нам приходится голосовать или попуткой, которые с дачи едут, или еще как-то. Очень сложно. Что-то с этой дорогой, что-то будет делаться. Хорошо, спасибо большое. Я прекрасно знаю, о чем он говорит, потому что сам тоже неоднократно там езжу, каждый год фактически. И действительно, там стекла летят только так у машин. Вы знаете, на самом деле, любая работа начинается с муниципального образования. То есть, по предложениям муниципалитета формируются программы, формируется заявочным путем, формируется программа. В этом году точно будет ремонтироваться дорога на Марково, который тоже наш этот объезд, которым очень часто многие пользуются, который тоже на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Поэтому вопрос мы запишем, отработаем с муниципальным образованием, будем рассматривать. Это тоже об Иркутском районе речь идет. Но в первую очередь, еще раз говорю, муниципалитет предоставляет заявку, в рамках которой мы начинаем отрабатывать, это уже в рамках областного бюджета, включая эти заявки к финансированию. Достаточно серьезные изменения будут по финансированию в дорожной отрасли на июньской сессии приняты. Дополнительные средства будут выделены на то, чтобы улучшить в целом состояние дорог в области. Ну так давайте поподробнее об этом, это же самая важная новость фактически. Ну на самом деле, вот те вещи, о которых вот сегодня очень часто и много мы с вами дискутируем на различных там уровнях, да, то есть начиная, наверное, с дома, заканчивая где-то социальными сетями и так далее. Все эти вещи не остаются без внимания, не остаются неуслышанными и как раз те предложения, которые поступают и будут рассмотрены депутатами на сессии, я могу сказать, что губернатор провел встречу с председателем законодательного собрания, с председателем комитетов. Скажем так, первое нулевое чтение состоялось, да, то есть были определены основные параметры, в том числе и рассматривались лободневные вопросы, связанные с дорожной. Я могу сказать, что предварительно будет увеличено финансирование на текущий ремонт и капитальный ремонт города Иркутска. Те вопросы, которые, да, задают граждане на сегодняшний день, они не остались без внимания, поэтому вот когда формировали предложение по бюджету, значит, вопрос об увеличении финансирования именно по этой статье для областного центра, губернаторам обозначен как один из приоритетов. Отлично, продолжим сейчас, у нас снова звонок. Вера Петровна нас уже давно ждет, извините, что так пришлось подождать. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Добрый вечер. А у меня вопрос к вашему гостю из такого плана. Возможно, этот вопрос задаст, может, любой гражданин нашего Иркутска. Я живу в Иркутске давным-давно и хотела бы сказать, вы знаете, меня удивляет, в чем дело, ремонты по татуарам, по дорогам идут каждый год. Плитку кладут через год об... Ой, Вера Петровна. Вера Петровна, мы связь потеряли. Хорошо. Но, тем не менее, вопрос понятен, в принципе. В первом приближении понятен. Вопрос качества, да, наверное, вопрос применяемых материалов, вопрос гарантийных обязательств со стороны подрядных организаций. Мы на сегодняшний день видим, что в городе достаточно серьезная работа ведется в рамках именно, наверное, непринуждения, наверное, правильный способ назвать по-другому, да, то есть работы с подрядными организациями, которые несут гарантийные обязательства, и по истечению срока, до истечения гарантийного срока, когда выходит покрытие, мы видим, что администрация города сегодня прилагает усилия для того, чтобы люди все-таки несли эту ответственность до того периода, как установлено законом. Раз. Второй вопрос, это, конечно, вопрос год от года, к сожалению, переход через точку ноль, да, период размораживания, не приходится. Ну, а третий вопрос. На сегодняшний день, конечно, нужно серьезно работать с документацией на будущее, в рамках того, чтобы в конечном итоге в большей степени обеспечены были все дороги ливневой канализации. Нет, ну вот смотрите, ни для кого, я думаю, не секрет для наших жителей, да, что все уверены, что плохо дороги строят, потому что половину этих средств, ребята какие-то нехорошие, просто захватывают, ну, то есть украдут. То есть материалы на качественные из-за этого не хватает, поэтому кладут как попало, кладут во время дождя, во время снега, из-за этого все этим все и объясняется. На самом деле, наверняка, такие примеры по области есть. Я вижу, что сегодня в городе Иркутске стараются очень четко и жестко подходить к расходованию бюджетных средств, так же, как и в целом по Иркутской области. Могу сказать, что вот в прошлом году достаточно большая часть субсидий была возвращена в областной бюджет, именно потому, что наступил поздний период, и деньги было использовать невозможно. И мэры взяли на себя ответственность, вернули деньги в областной бюджет, и им сейчас на июньской сессии эти средства будут частью муниципалитетам доведены в обратном порядке. Но они не стали делать то, о чем вы говорите. То есть на самом деле, на сегодняшний день мы видим, что со стороны муниципальных образований работа по обеспечению должного качества выполняемых, работа ведется достаточно серьезно. Но, а вообще на самом деле, вот в Иркутске есть целый портал, да, то есть где люди могут обращаться. То же самое можно делать и обращаясь в Министерство строительства дорожного хозяйства. По каждому факту, когда мы увидим, что средства используются вот таким образом, как сегодня говорят, будем проводить проверку и будем требовать того, чтобы в конечном итоге подрядная организация, взявшая на себя по договору обязательства, исполнила их в должном объеме и с качеством, который предусмотрен и заложен. Есть проблема с НИПов, есть проблема материалов. Да, мы видим, что все достаточно давно. В той же Канаде такой же климат, в Финляндии, господи, еще холоднее. Ну вот нормальные же дороги там. Не спорю. Но, кстати, я вам могу сказать, что в той же Финляндии достаточно большой объем дорог, особенно тех дорог, которые являются второстепенными, они оставляются в гравийном исполнении. И это связано с тем, что содержать их в конечном итоге гораздо дешевле, обходится в конечном итоге, чем дороги в твердом асфальтовом исполнении. Есть такой факт. Ну, может быть, не спорю. Хорошо. Ну, давайте продолжим тогда. Вот, кстати, наверное, вот уже немножко мы это обсудили, но вот просто хочется вот. Путин совсем недавно на своем выступлении назвал решение двух проблем наших русских, российских, традиционных. Что надо сначала с дураками покончить, а потом уже браться за дороги. Вот у нас это удается делать? Ну, на самом деле, еще раз говорю, вот исходя из того, что мы видим, в первую очередь, вот по прошлому году, когда субсидии, которые довели и не смогли использовать, значит, с этим все-таки начинает улучшаться обстановка. Сейчас нужно решить вопрос с качеством и своевременным доведением средств. До бюджетов и до распорядителей бюджета. С тем, чтобы торги, на самом деле, проводились либо в весенний период, и к моменту начала сезона работы начинались. Вот мы с вами видим, что, допустим, по основным объектам, которые сегодня строит область, это Байкальский тракт, это Тайшет-Чунабратск. Торги были проведены в тот период, когда... Когда надо? Когда надо, да. И на сегодняшний день эта работа продолжается. И сроки, которые установлены, на самом деле, позволяют говорить о том, что мы будем это делать в основной строительный сезон. Ну, дай бог, хорошо. Ну, вот давайте уже раз про Байкальский тракт заговорили. Это очень-очень-очень насущная тема, для иркутян я имею в виду, в частности. Что народ очень переживает об объемах вырубок. Он не понимает, зачем так много развязок вот эти, вот эти все вот это грандиозное строительство. Что оно себя, в конце концов, будет представлять в конечном варианте уже? И будет ли эта дорога первой категории, раз настолько это все? И что подразумевается под определением первой категории? Ну, во-первых, пропускная способность. Это основное, что закладывается. Мы с вами понимаем, что сегодняшняя наша дорога, ну, она способна пропустить, ну, максимум до 6 тысяч автомобилей в сутки. Мы видим, что поток, на самом деле, даже не в выходные дни сегодня, он гораздо выше. Что, безусловно, сказывается и на аварийности, и на том, каким образом люди, многие выезжают с садоводства, а многие уже не с садоводства, а с коттеджных поселков. То есть вопрос строительства современных развязок и обеспечения именно той пропускной пособности, которую я назвал, это основная задача. То, что касается самого проекта, он прошел все экспертизы, включая экологическую. И, безусловно, все, что касается вырубок леса, стоит на очень жестком контроле. Начиная с момента, что попало в проект, кстати, даже в зоне отвода, по большому счету, старается минимизировать вырубку, насколько это возможно. Чтобы в конечном итоге и фактор безопасности был соблюден. Вся древесина, которая вырубается на сегодняшний день, она поступает на площадку промежуточного хранения, и она реализуется с торгов. Вот первые торги будут проведены 18 мая. То есть через Росимущество, то есть там тоже достаточно жесткий регламент по использованию этой древесины. Что касается восстановительных мероприятий, то я могу сказать, цифры по саженцам, которые после того, как мы закончим строить дорогу, это порядка 40 тысяч по первому этапу и более 50 тысяч по второму этапу. Это восстановительные мероприятия, которые будут проведены в конечном итоге. Поэтому, да, безусловно, наверное, когда валит лес рядом с городом, это вызывает внимание. И, наверное, наша задача не только показать, для чего и почему, но и разъяснить. Вот этим мы и занимаемся. Вот мы с вами это и делаем сегодня. Но самое главное, я бы хотел сказать, что мы с вами получим хорошую дорогу, достаточно безопасную дорогу. Мы обеспечим нормальный выезд с примыканиями, которых достаточно много. И в конечном итоге снизим аварийность, что, на мой взгляд, на сегодняшний день очень важно. Сохраним десятки жизней. Но вот до какого километра предполагаются такие работы? Значит, в этом году по 21-й будем заниматься по 29-й, то есть поэтапно разбито. Соответственно, практически любую информацию вы можете получить на официальном сайте, да, в Министерстве строительства, включая какие развязки, что будет делать. Но ведь весь полностью Байкальский тракт не будет реконструироваться. То есть у него какая-то финальная точка же есть? Сейчас мы обозначили 29-й километр. Почему обозначили? Мы видим объемы финансирования и этапность проектно-сметной документации. Почему тоже, наверное, понятно, да, сейчас рассматривается вот именно там, где наибольший транспортный поток. Да и застройка, соответственно, садоводство. Да, максимальная застройка, садоводство и так далее. Дальше, здесь, наверное, уже будет процесс публичного обсуждения, насколько будет необходимо решать ту или иную задачу. Будет это необходимо, там, эти средства привлекать на какие-то другие нужды, но должно быть четкое понимание. Вот очень часто слышится такая позиция, что у нас нету проблем, на которые можно было бы направить эти средства. На самом деле эти деньги выделены в рамках федеральной целевой программы. И у нас был единственный вариант, да, рассмотрения. Либо мы отказываемся, либо мы все-таки выполняем эту задачу и строим новую дорогу рядом с городом. На мой взгляд, мы все поступаем оптимально, мы всегда выбираем лучшее. В данном случае это средства, которые поступили на территорию области и используются для дорожного строительства. Он одной из наиболее загруженных все-таки магистралей. Ну, согласен, да. То есть, все-таки хотелось бы еще понять, что такое первая категория. То есть, там же какие-то определенные сервисные даже услуги должны быть вдоль такой трассы мощной. Самое главное пропускная способность и качество, да, то есть и развязки и все остальное. Освещение. Безусловно, это все безусловно. Поэтому мы с вами увидим, ну, Байкальский тракт в другом исполнении. Мы уже видим срок окончания по 17-й год, да, то есть этапов. Значит, мы работаем над тем, чтобы перейти к защите следующей заявки Иркутской области. Хорошо, спасибо. У нас еще один звонок. Нам звонит Алексей Викторович. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы слушаем. Добрый день. Добрый. Хотел бы вот поинтересоваться по Шелиховскому району. Значит, мы являемся там собственниками земельных участков. Нас неоднократно приглашали в Гепродорнии и показывали проект, то, что планируется постройка новой трассы, да, Шелихов-Моты напрямую. То, что нам нужно как бы нежелать земельные участки. Вот это как вообще? Вот есть это, нету. То есть, будет ли, Алексей Викторович, ваш вопрос в чем заключается? Будет ли осуществлено это строительство? Будет ли это строительство вообще? И стоит ли нам нежелать эти участки, да, согласно их проекту? Или не стоит вообще этим заниматься? Хорошо, спасибо. Насколько я понимаю, речь идет о федеральной автодороге, да? Вам виднее. Ну, это федеральная автодорога, значит, у них, да, действительно проектируется вообще мероприятие, которое позволит улучшить, скажем так, состояние трассы Култубского тракта, да. То есть, там действительно есть проблемы, связанные вот с безопасностью. Обсуждался вопрос вот уйти от так называемого тещиного языка, который там есть, да. Вы знаете, я уточню этот вопрос, да, то есть, на самом деле, в какой период времени, то, что это будет выполняться, и то, что проектные работы по этому направлению точно ведутся, вот уточнить срок, ну, если не возражаете, можно будет таким образом поступить. Буквально завтра мы запросим у Продор при Байкале, да, в какой стадии и на каком этапе находится эта работа. Если они на сегодняшний день получили проектно-сметную документацию с экспертизой, тогда понятно, что это будет в ближайшее время. Если это проектные работы ведутся, мы уточним сроки и доведем уже точный ответ. Но то, что эта работа ведется, я точно знаю. Более того, могу сказать, что, в общем, по большому счету, большая часть тех предложений, которые в свое время, с которыми выступала Иркутская область, начиная вот с переезда в Култуке, да, который уже сегодня воплощен в асфальтобетоне, и заканчивая ликвидацией гравийных разрывов на территории Иркутской области, Росавтодор очень скрупулезно выполнил прямо по пунктам все те предложения, которые были Иркутской областью озвучены и включены в программу. Поэтому я больше чем уверен, что это те вопросы, которые вам сформулировали в свое время. Наверное, к этому нужно идти. Вопрос сроков. Нужно это быстро или это можно будет сделать в какой-то промежуток времени? Я уточню. Хорошо, вот еще такой сразу параллельный вопрос. Я удивлен, почему жители нам не позвонили с этим вопросом. Хотя известно мнение, что все заждались уже также и реконструкции Галаусинского тракта. То есть там до, по-моему, 40-го километра асфальта, а потом все до самого Байкала. В этом году будет выделено, но небольшая сумма, порядка 50 миллионов рублей на эту работу. Ну а в целом, да, реконструкция будет продолжена. То есть он поэтапно, по нескольку километров, да? Поэтапно будет финансироваться. То есть в любом случае эта работа будет продолжена. Хорошо. А вот федеральный центр вроде как должен был перечислить около 500 миллионов рублей. Вы про них имели в виду, когда говорили? Или все-таки это какая-то тоже новость? 493 миллиона, если быть... Хорошо. Да, это те средства, которые сегодня уже подтверждены, которые придут в Иркутскую область и в рамках распределения этих средств, в том числе будут выделены средства на ряд муниципальных образований, на продолжение работ по строительству и реконструкции. Ну это именно на дороге, да? Так точно. Это радует. Хорошо. Нам Николай Григорьевич, кажется, звонит. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос Руслану Болотову. Пожалуйста. Меня зовут Николай Григорьевич. Я инвалид Великой Отечественной войны. Отлично. Мне 93-й год. Так, Руслан Болотов должен был представить предложение по упорядочению оплаты за капитальный ремонт. Я продолжаю получать счета. Вот когда будет этот вопрос упорядочен, когда будут освобождены пожилые люди от оплаты за капитальный ремонт. Спасибо большое. Хороший вопрос, правда, немножко не в тему, но вы все-таки курируете это направление. На самом деле я благодарен за вопрос. Безусловно, вот почему этот вопрос обсуждался достаточно давно, да, то есть он уже в зимний период, значит, было принято решение. Но поскольку мы получили информацию о том, что будут внесены и соответствующие поправки в федеральный бюджет, соответственно, мы, ну, несколько эту работу приостановили до внесения именно в закон, потому что пришлось бы потом два раза делать то же, одно и то же дело. Значит, на сегодняшний день все поправки согласованы. Я надеюсь, что на майской сессии этот закон уже будет принят. И, соответственно, вот граждане Иркутской области, достигшие 70-летнего возраста, будут... Освобождены от уплаты, да? А вот для остальных граждан, вот, то есть это... Просто речь была даже о том, что вообще это, ну, как бы, не правовое решение об этих сборах в капитальный фонд. Вы знаете... Но Конституционный суд сказал, что Конституции не противоречат, вроде как. А раз не противоречат, это значит, что нужно с людей собирать все-таки. Ну, во-первых, давайте будем смотреть на вещи реально, да? На сегодняшний день государством с 2008 года достаточно системно велась работа по приведению жилого фонда в нормативное состояние, скажем так. Мы знаем, что на территории области сейчас действует программа по переселению граждан из ветхого жилья, и она очень масштабная на самом деле, особенно если учесть, что, в общем, мы живем не самое простое с точки зрения экономики страны время. Что касается обязательств по капитальному ремонту, ну, мы все, проживая в домах, понимаем, что, в общем, ну, в любом случае, мы в большей части сегодня собственники этих жилых помещений. А являясь собственниками, мы обязаны и следить за жилым фондом, в котором проживаем. Соответственно, каких-то других источников. Есть сегодня механизмы, которые позволяют софинансировать это из муниципальных бюджетов, из региональных бюджетов. Но в конечном итоге основные обязательства лежат на гражданах. Да, вот так много у нас обязательств, если честно. Я не спорю, но, тем не менее, вот мы строим с вами жилой дом, дачу, любой объект. Мы же в конечном итоге смотрим, да, и в определенный период времени приходим к выводу, что его нужно отремонтировать. Ну, речь-то идет, это все понятно, как бы, но речь-то идет о том, что люди платят сейчас ежемесячно за ремонт, который его дома будет проведен, да и бог лет через 30. И им обидно спонсировать, извините, другие совершенно стройки, так скажем. Ну, вы же понимаете, на самом деле, вот, чтобы в конечном итоге один дом накопил на то, чтобы отремонтировать, ну, жильцы одного дома накопить, на то, чтобы отремонтировать дом в полном объеме, ну, наверное, это практически невыполнимая задача. Когда мы консолидируем это усилие в рамках фонда капитального ремонта, безусловно, эта задача становится для определенных домов более выполнимой. Здесь вопрос первый и основной, вопрос обеспечения прозрачности использования этих средств, вопрос обеспечения качества. Над этим сегодня достаточно серьезно стараемся работать, да. Более того, будем благодарны всем жителям, если они будут обращаться напрямую и в жилищную инспекцию, и в органы строительного надзора, да, для того, чтобы, если возникает и фонд сам капитального ремонта, если возникают вопросы о недобросовестности подрядчиков, о недобросовестности подрядной, вернее, организации или конкретных исполнителей каких-то, я могу привести пример, у меня самого был не так давно случай, я, не выездная проверка, просто я проверял состояние капитального ремонта нескольких объектов. Вынужден был приглашать руководителя подрядной организации непосредственно на площадку и заставил привести как специалистов в должное состояние с точки зрения обеспечения техники безопасности, так и проверить качество самого ремонта, да, и сделать определенные выводы. Поэтому, еще раз говорю, вот это наша с вами совместная работа. Мы либо делаем так, что мы в конечном итоге концентрируем ресурсы и решаем проблемы с самыми тяжелыми сегодня объектами, и двигаемся дальше, то есть доходя таким образом, чтобы все-таки в первую очередь решить проблемы с тем, что наиболее сложно, да, да, да. Хорошо, я очень надеюсь, что мы эту тему еще с вами обсудим в наших других каких-то программах, чтобы вы к нам еще придете, потому что тема очень важная. На этом, друзья, пока все, до следующего вторника, всего самого доброго.